Привет зрители, это Mass Effect Эксперт Гагатун, и сегодня мы будем смотреть новый трейлер Mass Effect Andromeda, посвященный боевой системе. Видимо, будут немного геймплея показывать, так как игра уже сделана, и, собственно, исправлять им будет нечего, и, скорее всего, она почти уже находится на золоте. Поэтому мы с вами посмотрим этот трейлер, я его переведу, и на некоторые вещи с вами обратим внимание, которые были сделаны в плане геймплея. Вот, знаете, Mass Effect Andromeda замечательно смотрится в нарезках, я заметил. Он просто замечательно смотрится. Вот так трейлер посмотришь, да это весело. Здорово, пожалуйте. Вы искатель пути, который должен найти новый дом для человечества. Вот, может, что какое-то место получше найти нам. Говорят главные героини. Мы сегодня посмотрим на оружие и скиллы. Экшн Андромеды рассчитан на то, что вы будете очень быстро передвигаться и стрелять. То есть вы можете постоянно двигаться и что-то использовать, и летать даже можете. Также вы можете динамично переходить из укрытия в укрытие, даже за своим транспортом можете прятаться. Вся эта свобода позволяет вам подходить к геймплею, как вы хотите, и использовать свой собственный стиль. Посмотрим, какое у вас есть оружие. У вас четыре разных вида. Есть пистолеты, шатганы, снайперки и тяжелое оружие. И еще ближний бой. Любое оружие может взять любой класс, то есть не надо, как раньше это было, вот, Mass Effect, да, я помню. Ты не мог взять любое оружие. Ваш арсенал. В зависимости от того, откуда было взято оружие, оно будет ввести себя по-своему, то есть смотря как к какой расе оно принадлежало. Но есть различные улучшения, и есть определенные положительные и отрицательные черты у каждого. Ну и также у вас могут кончиться патроны, поэтому нужно за ними следить. Ну, а есть оружие, которое перегревается, у которого патроны не заканчиваются. Вот они про кластеры Андромеды рассказывают. Но это оружие, оно самонаводится на противника. И чем больше ты его... Есть оружие, которое ты заряжаешь, чем сильнее, тем сильнее оно бьет. Еще какие-то молоты добавили ближнего боя. А пистолетиками и ножами вы можете быстрее разбираться с противниками. Почему вы можете выбрать любой класс, вне зависимости от того, что вы там выбрали. И сделать ультимативного с солдатом, тоже без ограничений здесь все. Ну, от разного класса есть дополнительно разные ништяки и свое оружие. Вот, видели разные вещи, которые можно открыть у разных классов. То есть, в одновременно можете сразу три полоски способностей прокачивать, если хотите. Есть различные способности, которые останавливают противника, потому что, по их словам, противники будут двигаться. Биотики. И вы можете у меня играть, ну, все типичные вещи, в общем, для масс-эффекта вы можете взять противника, и им прикрываться как щитом, и также его бросать. Сингулярность знакомая. Они просто рассказывают про способности, что они все есть в этой игре, как они. Но вы делаете выбор, какие способности вы больше хотите прокачать. Поговорили об основах, поговорим о бэкшене. Есть разные противники, которые по-разному себя ведут. Некоторые будут пытаться заснайперить, некоторые попробуют подойти поближе. Есть еще вот эти липкие гранаты, которые тоже можно использовать. Но они тоже заканчиваются, поэтому нужно следить за ними. У каждого противника есть сильные и слабые стороны. Так что следите за здоровьем. Они, говорю, они базовые вещи говорят. Желтый, это значит, что у него броня, он не будет пробиваться определенным оружием, поэтому надо следить за тем, что ты используешь. То есть как раньше. Есть еще, видите, можно невидимость включать, чтобы уходить от противников. И также перегружать можно, как раньше. И теперь можно их, если вместе стоят несколько противников, чем дольше ты его держишь, тем дольше ты его заряжаешь. В общем, все эти комбинации стилей вы можете комбинировать. Есть разные профили, которые именно, видите, сразу три силы ты там комбинируешь в ней. И это можно сразу на быстром наборе, так сказать, иметь. И опять нарезочка идет, чтобы убедить нас, что игра очень веселая. Ну, скажу вам честно, мне кажется, это наименее убогий трейлер Mass Effect Andromeda на данный момент. Мне кажется, это, возможно, самая лучшая их попытка убедить, что игра все-таки будет интересной. Да и, в принципе, люди, которые, вот, если покрутить, сейчас комментарии почитать, ну, эти оценки хорошие. Люди все говорят, что, боже, лучше бы эта игра была не дерьмом, лучше бы она была не дерьмом. Я надеюсь, что они не облажаются. 60 FPS это с PC, ха-ха-ха. Ну, и все в таком духе. Мое мнение состоит в том, что все еще выглядит скучно, жутко скучно. Особенно, когда показывают геймплей, вот, то есть, все это время мы смотрели нарезки, но там есть часть, где показывают, ну, более-менее продолжительный отрывок геймплея. Он выглядит, ну, супер скучно как-то. Особенно меня радует, что до сих пор у игры с такой прокачкой и прочим, когда он кидает липкую гранату, он кидает липкую гранату, и у персонажа этого просто отключается анимация, и он в одной позе начинает кататься скользко. Вот вы сейчас посмотрите. Я даже соу-моушен специально отключу, чтобы люди, у которых плохо со зрением, видели. О, без анимации поехал, просто взорвался. Но, не знаю, и такие очевидные вещи, то есть, неужели у вас так мало материала нормально, который можешь показать? И он сейчас будет биться головой о потолок, когда он будет использовать джетпак. Это меня тоже рассмешило. То есть, такое ощущение, как будто всем пофиг вообще, что они выкладывают за материал по игре. То есть, это наименее убогий ролик на данный момент, но это не значит, что он хороший. То есть, нет бы сделать, да... Вот, видите, он башкой ударился. И явно, вот, по моему впечатлению, что здесь в игре не будет никакого челленджа. То есть, игра для просто мертвых мозгом игроков, которые не могут шутеры, и поэтому персонаж двигается супербыстро, ты можешь тремя-четырьмя способностями всех глушить, одно время все прокачивать, все, что ты хочешь. И, ну, это балансом вообще не пахнет, то есть... Наверное, в мультиплеере будет что-то по-другому, я думаю. Но в сингле, видимо, это просто веселый тир по стрелушкам, где ты скачешь туда-сюда и всех расстреливаешь без какого-либо намека на хардкорность. То есть, не то чтобы... Я не скажу, что в Mass Effect какая-то была супершутерная система, да, но ее не было. Но там была хорошая система, на мой взгляд, с укрытиями, где ты должен вовремя переходить из укрытия, противники тебя рашили, ты должен был вовремя откатываться, перекатываться, стрелять, использовать оружие. Но здесь этим не пахнет. Вы можете защищать игру, как хотите, но, на мой взгляд... То есть, если какие-то защитники есть, людей, которые... Ну, игра не вышла, как же это? Диванная аналитика. Я собираюсь игру купить, поэтому у меня есть, я думаю, право ее критиковать. На мой взгляд, выглядит скучно. Особенно, наверное, это скучно будет еще... То есть, вообще, лично, на мой взгляд, странно то, что такой быстрый геймплей делать... В первую очередь, все равно, Mass Effect покупают на консолях. Делать такого рода геймплей для консольщиков, где ты, ну, медленно вводишь, целишься и так далее. Это странно. На PC, я думаю, это будет, может быть, чуть-чуть веселее играть, но на PC, наверное, вообще будет очень просто всех расстреливать, раскладывать, если у тебя не максимальная сложность, наверное. Потому что, ну, это выглядит, как обычный такой тир с супербыстрыми перекатами, подлетами, где у противника нет шанса вообще никакого. Но это, понимаете, вот эти легких противников, которые... Там какой-то момент есть, я один и тот же момент показываю. Вот здесь будет момент смешной, где он перезаряжается, тебе показывают они другие классы, и противник просто стоит на месте и даже не стреляет. Но это... Ты даже по роликам видишь, что противник аутист. Смотрите, он просто в него медленно стреляет, и тот ничего не делает. Противник ничего не делает, он стоит на месте, он даже не пытается в него стрелять. Он ни разу в него не выстрелил за все эти 30 секунд ролика. Похоже, что то ли они для консольщиков, опять же, понерфили, так что, ну, очень тупые боты. То ли еще для кого. И вот комбинируя таких простых ботов, которых ты можешь стрелить, с огромными толстиками, на которые ты просто будешь очень много тратить патронов и тратить времени. Но это, на мой взгляд, не добавит веселья для геймплея. Видите, вы... Так же, как и оружие, у вас нет ограничений на скиллы, которые вы хотите выбрать и можете прокачать. Нет, ну, может быть, может быть, это будет не так плохо, но, явно, будет не весело. Да, эти противники, все противники, которых показали, они вообще никакого характера не имеют. Никто... Вот, хотя бы покажите, да, вот вы можете показать геймплей. У вас отдельный ролик про геймплей. Почему не показать, что у вас, например, умный искусственный... Да потому что у вас не умный, судя по всему. Все эти боты, они стоят на месте и даже не реагируют на то, как ты передвигаешься быстро. Смотрите, он даже не стреляет, он шел... Хоть-хоть в одной... Они втроем-четырем стоят, никто не стреляет по главному герою. Или это демонстрация геймплея, где у противников отключен искусственный интеллект? Ну, тогда непонятно, да, зачем так демонстрировать геймплей? Или что это такое? Ну, смотрите, они не стреляют. Они стоят слева, они стоят слева и не стреляют абсолютно очень нифига. Никто ни разу даже не пробил щит главного героя, пока он ходил с этим персонажем. Вот, вот, сейчас первый выстрел, первый выстрел за весь ролик, чувак совершил. Короче, мне кажется, будет скучно. Если подытожить, мне кажется, будет очень скучно играть и очень скучно будет. Наверное, даже стримить это будет скучно, потому что противники ведут себя как пумстные отсталые. Но это мое мнение. Я опять же скажу, что визуально игра выглядит здорово. Особенно в самом начале кадра, вот этот, где у него запотевший визор, этот шлем. Замечательно, графически, все эти шейдеры, шмейдеры, 4К разрешение, 60 фпс. Это замечательно выглядит. Движок у дайсов хороший, и что тут скажешь. Но геймплей... Нет, нет. Все еще они меня не убедили. Слишком много у тебя всего. И слишком мало чего могут сделать противники, на мой взгляд. Они слишком слабые и слишком скучные. Они стоят на месте. Так же, как вот твои союзники. Они тоже как-то бегают в открытых пространствах, стреляют по кому-то. Но... Нет. Нет. Я думаю, что нет. Для меня это нет. Но игру я все равно в любом случае куплю, понимаете? Поэтому... Такой вот я говноед. На этом конец этого ролика. Если вам интересно, вы послушаете мое мнение. Потому что... Мне в Твиттере попросили оценить. Я сейчас скажу, как человека зовут. Он сейчас в ролик попадет. Ладно. Мне бы... Привет, вышел официальный ролик. Вот спасибо тебе, Олег Александр Кузнецов. Если вам тоже было интересно послушать мое мнение, то не забывайте подписываться на канал, ставить комментарии, стать полицейеркой. Также рекомендуете канал друзьям, потому что я всегда рад вам подписчикам. Конечно, на это все. Пока. Делайте следующую ролик. Пока. Продолжение следует...